Идем дальше. И на очереди у нас мини-футбол. В Спартакиаде вузов Республики Татарстан в данном виде спорта сборной КФУ пока нет равных. Две победы подряд. Третий матч Улбарса проводили со сборной Кнету. Продолжилась ли победная серия федералов, расскажет Наталья Жирнова. В спортивном комплексе «Бустан» 21 марта КФУ и КХТИ встретились в рамках Спартакиады вузов Республики Татарстан по мини-футболу. Обе команды были настроены на победу, о чем говорили их мощные атаки и яркие эмоции игроков на протяжении всей игры. Первый этап начался успешно для команды федерального. На протяжении долгого времени игроки КФУ создавали опасные моменты у ворот соперника и постоянно били по воротам. 15-я минута. И первый гол в матче забивает Денис Давыдов. Бодрый старт, но это было только начало. КФУшники не собирались сдавать позиции и упорно защищали свои ворота. Сборная КХТИ контратакует соперника, однако федералы никак не дают КХТИ сравнять счет. После напряженной борьбы команды уходят на перерыв с таким же счетом. 1-0. Уже в начале второго тайма федералы решают снова обозначить свою лидерскую позицию. Денис Давыдов оказывается постоянно возле ворот КНИТУ. Несколько усилий и на 22-й минуте Денис делает дубль. 2-0. КНИТУ явно напряжены. Однако игроки делают все, чтобы попытаться открыть счет своим голам. Химики создают несколько опасных позиций, но воротарь КФУ справляется со своей задачей и отражает опасный момент. Догнать федералов так и не удается. Прямо под финальный свисток Ильдар Халюлин делает счет 3-0. КФУ продолжает играть на Спартакиаде без поражений. Нам нужно было побеждать, потому что это был третий по счету матч. Первые две мы выиграли игры и хотели, конечно, продолжить победную серию. Играли от Атати, как мы и делали в прошлых играх, потому что это было успешно для нас. Но в этом матче также получилось, слава богу, выиграли три. Радуются, что не пропустили, как это было раньше. Поэтому считаю, что прогресс от игры к игре виден. Наталья Жирнова, Егор Белоусов, Неделя спорта. После трех туров Спартакиада вузов Республики Татарстан по мини-футболу взглянем на турнирную таблицу. На первом месте все так же Казанский федеральный университет. 9 очков из 9 возможных. На второе место забрались футболисты из Кнетукаи. У них 6 очков. Тройку лучших замыкает сборная Академии спорта. У них 4 очка, но они отыграли всего 2 игры. Остальные результаты на вашем экране. Следующий матч сборной КФУ проведет 28 марта против сборной Казанского государственного энергетического университета. Обзор данной встречи ты сможешь увидеть ровно через неделю в нашей программе. Так что не пропусти.